В рабочей мастерской Бийского колледжа стоит шум станков и металла. Здесь студенты оттачивают свои практические навыки. Большинство из них волонтеры и уже не раз помогали участникам спецоперации. И сейчас вновь они решили поддержать своих мобилизованных земляков и сготовить для них походные печки. Хотелось бы сделать подарок к Новому году, поэтому мы с парнями собрались. Патриотизм играет свою роль. И собираем на практике. Даже в свое свободное время мальчики к нам приходят и начинают варить печки походные. Назвали мы их «Огонек», так как хотим согреть своим огоньком наших солдат. Тоже еду будем приготовить там. Там же сыра, они промокают, посушить одежду. Ребята вместе с мастерами улучшили проект печи. Теперь она стала значительно легче. Ее удобно собирать и разбирать, а значит, она лучше подходит для походных условий. Обратились, как сказать, к знакомым охотникам-рыболовам. С ними информацию всю сверили. И поэтому было решение принято делать печку из металла толщиной 2 мм. Из трубы с определенной диаметра. Это нам позволило снизить вес печки без труб примерно до 16-17 кг. Военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации, идеи студентов тоже одобрили. Такие печи топятся дровами. Их проще найти в походных условиях. И главное, сохраняют тепло до 6 часов. Мы предполагали, что можно какими-то камнями, кирпичами обложить в палатке, в блиндаже и все. И использовать. Это бы повысило теплоотдачу и, соответственно, дольше бы сохраняло тепло. На что пришло возражение. Если мы будем этот блиндаж делать в чистом поле или в каком-то болоте, а там нет камней, и что вы тогда сделаете? И вот поэтому было предложено еще доработать сверху решетку для стушки. В колледже учатся 75 сварщиков. И все хотят варить печки для наших солдат. Однако возникла проблема с материалами. В бюджете учебного заведения средства на металл для этой работы не были предусмотрены. Руководство колледжа обратилось к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он знает о волонтерских проектах, в которых студенты принимали участие в разное время. И поддерживает их инициативу. Откликнулся и в этот раз. Это реальная, конкретная помощь молодых людей в спецоперации. Это проявление настоящего патриотизма. И хочу отдельно заметить, что ребята не просто варят печи по заранее заданным техническим условиям. Они стараются улучшить их эксплуатационные качества. Молодцы, что здесь скажешь. Если в день ребята могут собрать около пяти печек, то к середине декабря на линию соприкосновения уже можно будет отправить 50 штук. Пункты приема помощи военнослужащим есть сейчас в каждом городе. И не по одному. Поэтому по мере готовности мы будем обращаться в те пункты, которые есть в городе Бийске. У нас есть контакты с барнаульскими центрами помощи. Поэтому постараемся, чтобы наши печки нашли своих адресатов. Студенты Бийского государственного колледжа работают старательно, чтобы возле их огоньков бойцы чувствовали тепло родного дома. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком.